Добрый день, дорогие зрители телеканала Управда ТВ. Вы смотрите программу Видеочат. Меня зовут Дарья Сударева. Сегодня наша прямая линия посвящена вопросам здравоохранения и поддержке семьи с детьми. У нас сегодня в гостях заместитель председателя правительства, министр семейной демографической политики и социального благополучия Ольга Касимова. Добрый день. И заместитель министра здравоохранения Инна Чегирева. Добрый день. Здравствуйте. Я напомню, всю неделю мы собирали вопросы и в соцсетях, и на наш номер телефона от жителей Ульяновской области по вопросам социальным, по вопросам здравоохранения. Активно к сбору вопросов подключили также депутатов Ульяновской городской думы и руководители общественных организаций. Они также в течение сегодняшнего эфира представят свои вопросы от подписчиков. И хочу напомнить, что в течение всего нашего эфира вы можете задать вопрос нашим гостям по номеру 8-927-814-0599. Ну что ж, начнем. Первый вопрос к нам поступил от подписчика депутата Ульяновской городской думы Владимира Шиянова. Касается он здравоохранения и работы 4-й поликлиники. В поликлинике невозможно попасть к узким специалистам, ждать нужно месяц и больше. Запись на УЗИ также месяц. Забор крови не проводится в начале и конце лечения, так как не хватает реактивов. Прокомментируйте, пожалуйста, Инна Борисовна. 4-я поликлиника обслуживает очень большой район. Это дальние засвияжи. К ней прикреплено 138 тысяч человек. Конечно, нагрузка на поликлинику достаточно большая. Я лично включилась, разобралась с этим вопросом. Выезжала в 4-ю поликлинику несколько дней, чтобы понять, какая проблема с записью каким узким специалистам. Мы понимаем, что к тем узким специалистам, которые непосредственно работают в поликлинике, в принципе, очередь в соответствии с нормативным документом. Это 2 недели. Но есть еще направление в областные учреждения. И к ним есть небольшие проблемы, которые, в принципе, мы продумали, как решить, применяя даже организационные моменты. То есть очередь образуется по понедельникам, это запись к травматологу в травмцентр. И очередь образуется по пятницам, это запись к офтальмологу в Центр микрокирургии глаза областной клинической больницы. А данные лечебные учреждения раз в неделю выкладывают очередь на 2 недели вперед. Мы отработали таким образом, что к офтальмологу в поликлинике есть офтальмологи. Есть 3 офтальмологи, которые ведут прием, которые работают в данной поликлинике. Мы приняли решение, что тогда, когда пациенту показана консультация в областной больнице, а это определяется только врачом-офтолиумологом, который работает в 4-й поликлинике, они сами будут записывать пациентов при наличии показаний в кабинеты Центра микрохирургии глаза. Потому что там есть глоукомный кабинет, есть общий кабинет, разные кабинеты, и пациент будет уходить уже с пониманием, когда он придет на прием. Не надо будет приходить и записываться в какой-то там определенный день в регистратуру. По травматологу такая ситуация, травматолога в данной поликлинике нет, но и большое число видов помощи по травматологии оказывается именно на специализированном уровне, это в травмцентре. Поэтому 4-я поликлиника будет формировать списки пациентов, которым необходима консультация травматолога травмцентра с указанием, какая проблема. И травматологи травмцентра эти списки будут просматривать, давать обратную связь уже с записями. Там тоже разные специалисты занимаются разными проблемами, касающиеся травматологии. И они уже будут осуществлять такой вот предварительный просмотр, предварительную консультацию этих пациентов и уже итог отправлять в 4-ю поликлинику. 4-я поликлиника будет связываться с пациентом, которых они направили к травматологу, и пояснять, куда и когда нужно будет прийти. Также мы приняли решение, изначально мы отрабатывали это на детских поликлиниках, потому что там тоже вот и у вас есть вопросы касательно записи к узким специалистам детских поликлиниках. Более удобно, когда запись выкладывается в электронной регистраторе в ежедневном режиме на двухнедельный период. То есть ежедневно на каждый 15-й день выкладывается запись. Это тоже улучшит доступность записи к узким специалистам. Ну да, как раз в продолжении темы вопрос уже от подписчиков депутата Игоря Крючкова. Почему невозможно попасть к узким специалистам, но уже в детской поликлинике номер один на проспекте авиастроителей в новом городе? Ну, есть узкие специалисты, которые у нас дефицитные специальности, есть узкие специалисты, которым запись не ограничена и нет проблем к ним записаться. В основном это опять же касается детских офтальмологов. То есть как во взрослом звене, в детских поликлиниках офтальмологи тоже являются дефицитными. По детским поликлиникам у нас есть целый план мероприятий, чтобы улучшить доступность. Они касаются и организационных моментов. Нами принято решение, что в детских поликлиниках будут работать ежедневно в течение всего приема администраторы, которые, их роль регулировать все вопросы, которые возникают в процессе приемов, конфликтные или невозможные записи на прием, будем сразу на месте разобраться. Это их основная будет такая функция. Дальше по детским специалистам большое количество пациентов, когда они записываются на прием, но потом уже на этот прием не приходят. То есть мы приняли решение, что будет производиться обзвон пациентов за сутки, придет или не придет пациент. Если освобождается место, соответственно, из листа ожидания пациент другой переносится. Разработан в феврале электронный лист ожидания в электронной регистраторе. Пациенты при невозможности записи на прием будут вноситься в этот лист ожидания. При освобождении места автоматически будет переноситься фамилия пациента. Регистратор будет обзванивать пациентов, что они перенесены на прием. Прорабатывается вопрос по привлечению дополнительных специалистов по мерам поддержки именно для узких специалистов детских специальностей в городских поликлиниках города Ульяновска. Отрабатывается, то есть очень много организационных моментов. Отрабатываются новые алгоритмы направления, алгоритмы взаимодействия регистраторов и пациентов. И такими вот шагами в целом запись уже улучшается. То есть это уже происходит в течение двух недель. Такая система и пациентов действительно обзванивают. То есть у меня уже есть обратная связь от пациентов, которые говорили, да, нам позвонили. Сначала не записали, но сказали, что как только место освободится, нам позвонят и запишут. И через три дня пациенты позвонили. То есть вот таким образом мы планируем решать эту проблему. Еще один вопрос уже Ольге Михайловне. Могут ли работающие пенсионеры рассчитывать на бесплатное льготное санаторно-курортное лечение? Работающие пенсионеры? Да, работающие. Ну, добрый день, уважаемые зрители. Что касается работающих пенсионеров, для того, чтобы получать льготную путевку, работающим пенсионерам необходимо стать членом профсоюза. Тогда за счет программы губернаторской можно будет получать путевки достаточно льготные. Если пенсионер не работающий и не является федеральным льготником, то такие путевки можно получить в органах социальной защиты. У нас есть определенный алгоритм действия, есть небольшая очередь, но тем не менее люди получают такие путевки. То есть просто обратиться в орган социальной защиты по месту жительства? Да. Спасибо. Вопрос от подписчицы Ольги Зуевой, депутата Оксаны Мулиной. Она спрашивает, когда будет урегулирован вопрос по противотуберкулезной помощи для детей, дошкольников и школьников. Тут довольно большой вопрос она пишет, но суть такова, что согласно законодательству эта помощь оказывается добровольной, от нее можно отказаться. Но родителям, отказавшимся от прививки, предлагают сделать дорогостоящие тесты по 5-7 тысяч рублей, либо сразу перенаправляют в тубдиспансер. Вот хотелось бы в первую очередь разъяснить вот эту ситуацию. У нас есть законодательство, которое предусматривает моменты, направленные на предупреждение распространения туберкулеза. Это постановление правительства Российской Федерации 892. Дети, начиная с 12 месяцев, ежегодно выполняется проба МАНТУ. Это не прививка, это реакция, то есть это как бы реакция, которая проводится на наличие инфицированности ребенка туберкулезом. Если пациенты и родители, конечно, по законодательству имеют право отказаться от данной пробы, но дело в том, что допустить их в общеобразовательные детские организации, в детский садик или в школу можно только, все-таки доказав у них отсутствие заболевания туберкулезом. Потому что туберкулез достаточно заразное заболевание, и допустить ребенка с возможным таким заболеванием в детское учреждение – это невозможно. И таким образом родители данные, которые отказались от той пробы, которая предусмотрена законодательно, и входит во все стандарты, должны сами выбрать, каким образом они докажут, что у ребенка нет туберкулеза. Это или консультация в тезиатор, в тубдиспансере, куда мы их направляем, или те альтернативные методы, которые вы сказали, но они в территориальную программу не входят. То есть входит только в пробу МАНТУ, Диаскин-тест. И если родители отказываются от бесплатной пробы, то тогда они должны выбрать, каким образом они поступят дальше. Если они отказываются от всех проб, то тогда образовательная организация должна предложить им на выбор индивидуальное обучение или обучение на дому, потому что в организованный коллектив такого ребенка нет возможности допустить. Это есть санитарно-эпидемиологическое законодательство, и оно именно предписывает поступать таким образом. То есть как у взрослого медкнижка обязательно, если работа с людьми, то у ребенка обязательно... Исключение туберкулеза, да. Спасибо большое. Ольга Михайловна, вопрос уже к вам. От подписчиков депутата Андрея Князева. Многодетным семьям больше внимания и льгот оказывается в регионе, хотя это полные семьи. Хотелось бы знать, какая поддержка оказывается неполным семьям и вообще оказывается ли? Хороший очень вопрос. К сожалению, и среди многодетных есть неполные семьи. Такова жизнь. Но хочу сказать, что касается мер поддержки семей, которые имеют статус неполная семья, в регионе действует 33 мера поддержки семьям с детьми. Здесь независимо от того, многодетная семья или немногодетная, это семья, где есть дети. Причем дети, дети инвалиды. Значит, 33 меры поддержки действуют. Человек, имеющий, собственно, потребность и доказывающий необходимость данной меры, может выбрать эту меру. Что касается для неполных семей, это меры все распространяются точно так же, как и выплата на ребенка. Ну, просто ряд мер, которые прям предусматриваются, конечно, есть те меры, которые вот именно многодетные получают на земельные участки. Ну, семьи там, где количество детей меньше трех, да, такие участки не получают. Но это законодательством определено. Значит, что касается вот обращения, то мы понимаем, что мы можем предложить меру поддержки детей, выплаты детей от полутора до трех лет, если ребенок не посещает детский сад. Это вот как раз касается неполных семей. Мы можем предложить меру поддержки такой, как социальная няня, которая сегодня набирает обороты очень серьезные. И потребность социальной няни очень высока. Это и разовая помощь маме, это и, может быть, многократным до полугодия. То есть для того, чтобы понять, насколько маме нужна помощь, поскольку мама, я так понимаю, воспитывает ребенка одна или одна, двоих детей воспитывает, то помощь такая, как нельзя кстати. Для того, чтобы понять, какая помощь нужна и какой именно программой воспользоваться, то можно обратиться в отделение социальной защиты по месту жительства. Программа такая будет, собственно, составлена и представлена услуга. Хочу сказать, что действует другая программа, которая вне зависимости от статуса семьи, собственно, от возраста, от количества детей, это адресная материальная поддержка граждан, которые нуждаются в такой поддержке. То есть при возникновении какой-то особой трудной жизненной ситуации можно обратиться и получить такую поддержку. Вот в прошлом году, например, 7 тысяч, ну почти 8 тысяч человек в семье получили вот такую поддержку. Поэтому поддержки в форматах действительно разнообразны, нужно просто понять, какой мерой можно воспользоваться. Не отходя от темы, ульяновцы спрашивают, можно ли как-то упростить сбор документов и не собирать по 100 раз справки о доходах, если уже семью признали как малоимущую? Хороший вопрос. Дело в том, что если человек оформляет сразу ряд мер социальной поддержки одномоментно, поскольку он имеет на это право, то, собственно, придя в МФЦ, никаких копий дополнительных собирать не нужно. Сразу определяется несколько заявлений, ну и, собственно, формируются пакеты. Дело в том, что законодательством закреплено, что на каждую меру поддержки, какой бы человек ни оформил, должен собраться пакет документов. То есть дело, на основании которого эти выплаты осуществляются, потом и контролируются, проверяются. Что касается, если, например, поддержка осуществляется сначала одна мера, затем другая, то, конечно, приходится приносить справки, поскольку, ну, вот это не одномоментно было сделано. Вместе с тем мы сейчас прорабатываем вопрос о том, чтобы запрашивать, например, справки о доходах через межведомственное взаимодействие. Ну, недолго тот час, когда это действительно вот уже будет работать в полном объеме, потому что процесс идет, это есть уже договоренности, и электронный формат сейчас комплектуется, где будут завязаны все необходимые отраслевые и ведомственные структуры, где можно будет эту информацию получать. Ну, и в недалеком будущем у нас электронный профиль заявителя, где мы, собственно, сразу будем видеть, какие меры поддержки, какие статусы у человека, на что он может претендовать. И, собственно, имея документы в личном кабинете, сразу собрать эти документы на выплату. Поэтому пока вот мы делаем это в ручном режиме, но, тем не менее, механизм упрощается. Поэтому вот сильно больших вот таких потребностей у нас на сегодняшний день, вот возможностей нет, наверное, но понимаем, что нужно двигаться вперед. Вот также жители Ульяновской области интересуют не только потребность узких специалистов в поликлиниках и больницах, но и очереди. Вот пишет подписчица, детей на прием к врачу записываем либо через госуслуги, либо через регистратуру, но приходим к назначенному времени, и приходится сидеть по часу, по два в очереди, потому что, ну, как, наверное, все знакомы, то один зайдет просто спросить, то просто прививку сделать, то еще, и в итоге люди, особенно с маленькими детьми, могут заразиться, хотя просто пришли там за той же справкой. Вот как решать данную ситуацию, и можно ли решить вопрос, чтобы врач четко по списку принимал людей? Да, действительно, пациенты преимущественно сейчас записываются по электронной регистратуре, это хорошо, но бывают моменты, когда очередь смещается, или пациент экстренный поступил, и врач вынужден его в приоритетном порядке осмотреть. Вот в этом случае очередь ненадолго смещается. Но вот обо всех остальных ситуациях, в которых было указано в обращении, там, зайти спросить, осмотр перед прививкой, еще какие-то моменты, там, связанные со справками, мы вот именно для этого сейчас предусмотрели, и вводим дежурных администраторов, чтобы зайти, спросить не было, а были для этого дежурные администраторы, и все можно было спросить у них. Для какой-то элементарной справки, это вводят доврачебный кабинет, они и есть доврачебные кабинеты, но в их функционал еще будет вменено выдача таких вот каких-то незначительных справок, которые можно посмотреть по карточке, осмотрев пациента, и эту справку предоставить, или там справка об эпид-окружении, которая, в принципе, тоже не требует тщательного осмотра врача, она может выдаться фельдшером или медсестрой до врачебного кабинета. По поводу разделения потоков больных и здоровых, в каждой поликлинике есть день для здорового ребенка, когда можно прийти и быть уверенным, что больных пациентов в этот день не будет. Именно этим днем, как правило, пользуются родители малышей, когда вот до года приводят их на ежемесячные осмотры. И разделение больных и здоровых, инфраструктурно мы сейчас предусматриваем практически все детские поликлиники города Ульяновска, и многие поликлиники детских районных больниц сейчас ремонтируются. Ну, в город практически уже завершены ремонты детских поликлиник, и в рамках этих ремонтов мы стараемся предусмотреть отдельный вход для больных детей, и сразу, чтобы они попадали в боксы, где их можно осмотреть, и они не перемешиваются с потоками остальных детей, которые пришли на осмотры. То есть пациенты с такой явной инфекционной патологией будут проходить через вот эти вот отдельные другие входы. То есть вот такое решение проблемы предусмотрено. Они уже есть какие-то вот, ну, когда вот эти вот боксы начнут работать? Ну, вот не так давно мы были на Варекисо, в детской поликлинике. Там сейчас завершен ремонт половины поликлиники. Идет закупка мебели. Такие остаточные уже работы проводятся. С 1 апреля она откроется. Там в отдельном помещении есть инфекционный кабинет, и туда могут обратиться уже пациенты с инфекционными заболеваниями. В поликлинике номер 1 на Льва Толстого есть общий вход, и правее есть вход непосредственно вот в этот инфекционный кабинет, мы будем его так называть, но это кабинет до врачебного приема, тоже отдельный. То есть, в принципе, эти входы уже есть, и они предусмотрены. То есть, ну, нам нужна, и сейчас это делается, доступная навигация, чтобы пациенты понимали, в какой вход, при какой ситуации им нужно зайти. Чтобы не сами люди между собой договаривались. Да, да, да. Нужна просто понятная навигация. Сейчас это тоже, ну, работаем над этим. Спасибо большое. Следующий вопрос также вам, но это немножко изменяем формат. Это аудиовопрос. Слушаем. Здравствуйте, руководитель Центра социальных инициатив нашей будущей Сергея Лукьянов. Вопрос от моего подписчика в социальных сетях. Почему в седьмой детской поликлинике нет логопеда? Вернее, он есть во второй и третьей поликлинике, куда всех отправляют ездить. А это лично неудобство. Специалисты должны быть в шаговой доступности, чтобы люди могли пользоваться бесплатными услугами по полюсу ВМС. Ну, это касается детской городской клинической больницы номер один. Объединение большое. Входит туда девять поликлиник. Они обслуживают и Ленинский район, и Засвияжский, и Железнодорожный район. Логопеды не являются медицинскими работниками. И вот каких-то нормативов по количеству логопедов на население нет. Даже рекомендуемых нормативов нет. Логопед в этом объединении есть во второй поликлинике на Орлово и в третьей поликлинике на улице Камышинская. Мы узнали в сроке ожидания, ну, там практически нет сроков ожидания к логопеду. Запись свободная. Сегодня можно записаться на 25 февраля, и вся следующая неделя к логопеду свободна. В том случае, если логопеда запись будет занята, и не будет возможности в течение двух недель к нему записаться, то дополнительные приемы логопеда будут открыты. Но в настоящее время все-таки принято решение, что логопед будет продолжать работать в этом же режиме, ну, потому что к нему доступность есть, а очередности нет совсем. Спасибо большое. Спрашивают подписчики депутата Ильи Ножечкина уже по вопросам социальной защиты. После операции по замене коленного сустава в Чебоксарах доктора сказали, что должны дать путевку оздоровительную, а в соцзащиту отказали. В ФСС ответили, что нет инвалидности, соответственно, нет путевки. Может ли наш регион не относиться к такому распределению? Любовь Шаронова спрашивает. Ну, действительно, сложность у нас есть. Здесь с переходом с 1 января 2019 года полномочий, территориальный фонд социального страхования, куда отнесены были вопросы и санаторно-курортного лечения, и технических средств реабилитации. У нас действительно сложность такая была. И, в общем-то, весь прошлый год мы работали с нашими сотрудниками, с нашими ведомствами, с фондом социального страхования по решению вопросов граждан, которые обращались к нам. Напомню, что в прошлом году, в течение всего года, было принято решение о работе на прямой линии министерства, куда люди, ну, собственно, не находя ответов, а там с телефоном действительно очень большая сложность, звонили нам. И мы все вопросы взяли, брали на контроль и отрабатывали уже самостоятельно с фондом социального страхования. Что касается этой проблемы, то хочу сказать, что действительно проблема такая на сегодняшний день пока есть. Необходимо решать этот вопрос с фондом социального страхования, потому что полномочия у них, собственно, на эти виды услуг предусмотрены. Со своей стороны, хочу сказать, что все граждане, которые сегодня вот либо недопонимают, либо недополучают какую-то информацию с фонда социального страхования, у нас работает телефон горячей линии, он работает в круглосуточном режиме, с 8 до 5 работает оператор, а с 5 вечера до 8 утра у нас есть запись, где можно оставить свое голосовое сообщение, собственно, по любой теме, не только вот работа с фонда социального страхования. И в ближайшие часы специалист уже перезванивает, выясняет и, собственно, начинает прорабатывать вопрос по решению этого вопроса. С своей стороны, хочу сказать заявителю, обратившемуся в студию, что мы можем помочь в рамках адресной материальной помощи, если действительно ситуация сложная и нужно лечением обеспечить, и, собственно, возможности такой нет. Поэтому нужно обратиться в отделение социальной защиты по месту жительства, понять, в чем проблема в фонде социального страхования, ну и обратиться, если нет возможности у фонда, то, скажем, поддержку моей. Спасибо. Еще один вопрос аудиоформата нам поступил. Инна Борисовна, тоже вам. Слушаем. Добрый день, Ольга Михайловна и Сергей Викторович. Председатель Ульяновской городской думы Илья Ножичкин. Вопрос от моего подписчика в социальных сетях Ларисы Потаповой. С ее пятилетним внуком случилось большое несчастье. У него в ноябре прошлого года обнаружили онкозаболевание. Но до сих пор семья не может получить официальные документы об инвалидности ребенка. Чтобы не терять время, обследование и лечение проводилось и проводилось в Москве. И только в феврале комиссия состоялась заочно, но до сих пор документов нет. Поэтому необходимое лечение и даже протезирование глаза проходит за средства семьи. Я прошу вас разобраться с получением документов об инвалидности ребенка. А также рассмотреть вопрос компенсации затрат. Не столь важно по линии Минздрава или социальной защиты. Но семья, на мой взгляд, обязательно должна получить помощь. То есть тут, наверное, такой межведомственный вопрос. Мальчик получил инвалидность. Мы связались, разобрались. Инвалидность получена 7 февраля. То есть теперь она имеется. О чем был вопрос. Также, насколько я и знаю, там был вопрос по магнитно-резонансной томографии данному ребенку. Они в настоящее время прибывают из Москвы в Ульяновск и сразу госпитализируются в детскую областную клиническую больницу. Там проходит лечение. И запланирована после лечения повторная консультация в Москве. Там же этому ребенку будет проведена МРТ, которая необходима полтора Тесла. И сразу скажу, что именно МРТ они не могли в Ульяновске сделать. Но в связи с тем, что они уже запланированы, эта консультация будет выполнена в Москве. Но в этом году у нас сейчас уже проходят закупки данного аппарата. Это магнитно-резонансный томограф полтора Тесла в детскую областную клиническую больницу. В рамках национального проекта развития детского здравоохранения выделены уже деньги, финансовые средства. Это 75 миллионов рублей, средства федерального бюджета, выделены деньги, средства областного бюджета на подготовку помещений. Поэтому в этом году у нас появится такой аппарат. И на этом же аппарате будет возможно проведение МРТ под наркозом. То, чего у нас до настоящего времени в регионе нет. И маленькие дети, они не могут вылежать достаточное количество времени на МРТ. Там нужно лежать 20, 30, 40 минут. Поэтому им проводится под наркозом. Теперь такая возможность у нас в регионе тоже появится. Спасибо. С моей стороны я можно дополнить. Если нужны какие-то возмещения, то необходимы нам контакты. Свяжемся и посмотрим, какую компенсировать затраты. Можно, я думаю, после эфира узнать все контакты. Я думаю, что мы обменяемся. Спасибо. Следующий вопрос у нас поступил от Винокуровой Светланы Викторовны. Ей 31 год. В 2017 году ей была проведена первая пересадка почки в Ульяновске в СНП. А с супругом они планируют завести детей. Практика рождения детей с пересаженной почкой существует. Но специалисты, которые могут провести осмотр, дать рекомендации, есть только в Москве и в Саранске. Я знаю, что все процедуры стоят очень дорого. И поэтому у меня вопрос, есть ли возможность получить квоту или иную поддержку в моей ситуации. Ну и, соответственно, все контакты она предоставила. Хорошо. Данная пациентка, перед тем, как планирует беременность, должна быть проконсультирована нефрологами. Это областная клиническая больница. При наступлении беременности она встанет на учет в женскую консультацию по месту жительства. Но наблюдать ее будут совместно с нефрологами областной клинической больницы. Там тоже есть клинико-диагностическое отделение для беременных. И таких беременных гинекологи ведут совместно с нефрологами. А на родоразрешение мы ее направим в Национальный медицинский исследовательский центр имени Кулакова. В Москве он находится и пациентов с такой тяжелой сопутствующей патологией, то есть, которая требует индивидуальных подходов. Мы стараемся направить в Москву. И по профилю именно центр Кулакова тоже может ее принять. Мы связались с этой пациенткой, провели беседу, на все вопросы ответили. Пояснили, что вот именно таким образом будет организовано. Направить ее в другой регион проблем никакой не составляет. Вопрос решен. Спасибо большое. Ольга Михайловна, вопрос уже к вам. От подписчиков депутата Владимира Фадеева. А во время вручения медали одна из тружениц тыла задала вопрос о том, что со стороны сотрудников службы соцзащиты ей поступило предложение дополнительно оформить статус «Детя войны». А у нее вопрос. Она уже оформлена как труженик тыла. И вот можно ли оформить еще ребенок войны одновременно? И как вот это вот проходит? Знаете, самый, наверное, такой вот главный вопрос в настоящее время, потому что он поступает от граждан, от, собственно, детей, уже детей войны, от, так сказать, поколения следующего. Хочу сказать, что с чего начать. Действительно, наше отделение социальной защиты, сейчас действительно посещая ветеранов, части ветеранов, некоторым ветеранам предлагает еще и получить статус «Дети войны». Это тем ветеранам, которые статуса это не имеют. Почему это делается? В 2019 году, по мнению и ветеранов, ветеранского сообщества, депутатского корпуса, были предложения о том, чтобы внести изменения в закон наш региональный и расширить статус «Дети войны» дополнительными годами. В прошлом году статус «Дети войны» могли получить граждане, родившиеся с 1932 по 1945 год. Внесены изменения в закон, и с 1 января 2020 года статус «Дети войны» могут получить граждане, родившиеся с 1927 по 1945 год. Ориентировочно это, ну не ориентировочно, это чуть более 8 тысяч человек. И именно поэтому для того, чтобы этот статус получить, сейчас социальная служба приходит, объясняет и говорит о том, что да, в соответствии с новым законодательством, вы можете также, имея любой другой статус, получить еще и статус «Дети войны», который также предусматривает, наличие этого статуса предусматривает выплату ежегодной к Дню Победы, что, собственно, в этом году мы тоже осуществляем. Поэтому вот прям заявляю и очень серьезно ориентирую на следующее высказывание, что никакие другие статусы при наличии нового статуса «Дети войны» не будут затронуты. То есть те льготы, которые шли, которые получал ветеран, блокадник, вдова, труженик тыла, ну и любые другие, собственно, статусы, они будут дополнителями. Ну, для понимания, любой ветеран может иметь два-три статуса, и все статусы, подтверждающиеся, они не заменяют друг друга. Поэтому вот на это обращаю внимание. На сегодняшний день у нас из 8 тысяч уже 6300 оформили этот статус. Мы продолжаем эту работу. Работа эта идет, мы вручаем удостоверение, потому что к Дню Победы, начиная с апреля, будут выплаты вот именно новым тем, кто уже имел этот статус, и новым. Порядка у нас более 70 тысяч таких человек. Они будут все иметь выплату единовременную к Дню Победы. Ну и вот еще немножечко, несколько минут уделите мне. Хочу сказать о том, что в соответствии с указом президента с апреля месяца начинаются выплаты в размере 50 тысяч труженикам тыла. То есть тем ветеранам, которые имеют уже труженик тыла статус, они получат единовременную выплату также в Дню Победы. Все это ориентировано на то, чтобы поддержать и, собственно, вспомнить те труды, те большие события, которые сегодня вся страна отмечает. Это в знак благодарности и в знак поддержки граждан мы эту работу и проводим. Спасибо. Еще один вопрос. Тоже в соцзащиту поступил. Когда будут выделять путевки детям-инвалидам, ждем третий год? Пишет Стелла Иллистратова. Ну я уже сказала, что это полномочия Фонда социального страхования. К сожалению, вот такая тема есть, проблемный вопрос. Поэтому для того, чтобы понять, почему три года ребенок стоит и никаких продвижений нет, надо обратиться на Энгельс 5А за разъяснением и за толкованием. Но если понимания там не будет и нужна какая-то извне поддержка, то обратиться нужно в социальную защиту или по горячему телефону, который я тоже называла 8 800 350 46 46. Можно обратиться и проработать этот вопрос за счет специалистов и социальной службы. Спасибо. Сразу несколько вопросов у нас поступило по работе стоматологических поликлиник Ульяновска. Первый это по работе взрослой. Пожалуйста, обратите внимание на работу стоматологической поликлиники номер 1 на улице Терешковой, а особенно на регистратуру, очень хамское отношение. Инна Борисовна, как-то прокомментируйте. Ранее на эту поликлинику и именно на такое отношение жалоб у нас не было, не поступало. Мы дополнительно провели семинар, встретились с регистраторами и по вопросам этики с ними проговорили. Вот таким образом. Так что вопрос исчерпан. Внимание мы обратили. Также жители Засвияжского района спрашивают, почему на весь огромный Засвияжский район у нас одна детская стоматология, за талонами охотимся неделями, а потом ждем еще 2-3 недели. Светлана Чернышева спрашивает. Да, на Засвияжский район поликлиника находится на Пушкарево 6А. Также, обращая внимание, у нас принято в эту поликлинику обращаться со всего города. То есть, возможно, поэтому жителям Засвияжского района не всегда хватает талонов. Но в каждом районе города организован детский прием по месту жительства. Так, в Ленинском районе это Нариманово 102 поликлиника, в Железнодорожном районе Железнодорожная 19, в Новом городе, на верхней, на нижней террасе тоже есть детские кабинеты, на Врача Михайлова, на Тюленева, на улице Почтовой. И организовали еще подростковый прием для жителей Засвияжского района. У них есть подразделения взрослые по улице Самарской, 24, но там открыли кабинет подростковый. Начиная с 14 лет пациенты могут туда тоже приходить обращаться. И с учетом этой проблемы при планировании новых подразделений в Засвияжском районе, а сейчас с учетом больших строек по Засвияжскому району и в Юго-Западе и Новая жизнь, рассматриваются вопросы открытия там и строительства новых поликлиник, так и в Новой жизни. Мы рассматриваем вопрос покупки помещения, отремонтированных в новых домах на первом и втором этаже, то там мы обязательно предусмотрим блок стоматологии для детей. В детской поликлинике будет отдельный блок по стоматологии. Таким образом, я думаю, что мы эту проблему решим. Ещё один аудио вопрос нам поступил. Ольга Михайловна, на этот раз вам. Слушаем. Добрый день, Ольга Михайловна. Вас беспокоит депутат Ульяновской городской думы Константин Зонов. Вопрос от моей подписчицы в социальных сетях Светланы Елисеевой. Если отец официально нетрудоустроен, нет трудовой книжки, не стоит на бирже, декретная матерь меньше прожиточного минимума, возможно ли получать пособие на первого ребенка до трех лет, так называемое путинское пособие. Спасибо. Хороший очень вопрос. Главное, очень актуальный. Ну, уважаемые зрители, хочу сказать, что главное условие всех социальных выплат – это, конечно, доход семьи. И если мы говорим, конечно, подтвержденный доход семьи. И социальная помощь, для всех, чтобы это было понятно, формируется из бюджета, бюджета области, который, в свою очередь, имеет большой сегмент налоговых выплат, вычетов, которые налоги платятся, они идут как раз на социальную помощь. Поэтому, если семья, вот Светлана ее зовут, да, если Светлана вот говорит о том, что муж официально не устроен, то есть понять, насколько семья нуждается, конечно, в этом случае будет отказ однозначен. Поэтому нужно мужу устраиваться на работу для того, чтобы действительно показать нуждаемость. И в этом случае будет оформлена выплата на детей от трех до семи лет. Поэтому сейчас документы готовятся на федеральном уровне. Поэтому, конечно, бывают такие случаи, когда нужна будет разовая поддержка и разовая помощь в определенных случаях и в определенных ситуациях жизненных. Поэтому мы можем оказать разовую поддержку в рамках адресной материальной помощи, где комиссионно решается вопрос о назначении какого-то пособия на определенные нужды. Но если мы говорим о выплатах, как называемых, вы назвали, выплат для детей от трех до семи лет, конечно, здесь нужны будут доходы, нуждаемость должна была быть просчитана. Спасибо. Еще один вопрос тоже от подписчиков, депутата. Борисовна уже вам. Ребенку выписали сдать анализы на микоплазму пневмонию и холомидии пневмонию в связи с эпидемией на сегодняшний день. А реактивов в поликлинике нет. Почему тогда ребенку приходится сдавать анализы эти платно и в связи с тем, почему вы не обеспечиваете лабораторию реактивную? Данные анализы может проводить детская, городская и клиническая больницы города Ульяновска. И эти анализы проводятся. В прошлом году было около 2000 таких анализов проведено, в этом году уже 680. На микоплазменную инфекцию реактивы в настоящее время имеются. На холомидии идет закупка реактивов. После 1 марта реактивы тоже в больнице появятся, поэтому, пожалуйста, можно приходить и эти анализы сдавать. Если будут какие-то проблемы, то обращаться к заведующему в поликлиниках подразделения. То есть это выполняется. Спасибо. Еще один вопрос нам поступил из Инстаграма. Добрый день. Когда в Ульяновске начнут обучать весь персонал роддомов по темам грудное вскармливание, естественные роды, золотой час послеродов? В Ульяновской области огромный процент кесарево сечения и искусственного вскармливания, и это ужасно. У нас уже давно проводится обучение, обучение медицинского персонала именно по поводу грудного вскармливания в роддомах. В течение 30 минут после родов ребенок прикладывается к груди, если нет на это противопоказаний. Потому что бывает, что ребенок рождается с какими-то проблемами, необходимым медицинскому персоналу заниматься, и в этом случае прикладывание не произойдет. Но если ребенок здоров и нет противопоказаний, то в течение 30 минут это происходит. Практически, но не практически, а во всех роддомах совместное пребывание мамы-ребенка, поэтому доступ к грудному вскармливанию есть всегда. Если ребенок находится в реанимации, то мама сцеживается и обеспечивается ей грудное молоко. Бывает, что назначается искусственное вскармливание по каким-то показаниям. То есть тут надо уже индивидуально смотреть, почему этот вопрос возник. По поводу кесаревых сечений, то процент кесаревых сечений в Ульяновской области у нас 31%, то есть треть родов происходит именно путем кесаревого сечения. В среднем по России это процент 30%, по ПФО 31,8%. Поэтому, в принципе, мы находимся в пределах средних цифр, мы не превышаем каких-то критических показаний и показателей Думаю, что если тут какая-то была индивидуальная вопрос или индивидуальная проблема, то тогда, если можно, у меня контакты. А в целом работа по данным направлениям ведется, и мы никаких препятствий, проблем, в общем-то, не усматриваем. Спасибо большое. Также несколько вопросов у нас поступило в Одноклассниках, люди написали. Оксана Вячеславовна интересуется, когда кетостерил по льготным рецептам появится в аптеках и будет выдаваться инвалидам. Третий месяц не получаем лекарства. В феврале кетостерил закуплен по такому небольшому договору, около миллиона рублей, и его на весь февраль хватает. Также мы уже разместили торги и ожидаем аукционы на закупку кетостерила более чем на 7 миллионов рублей. И это наша годовая потребность. То есть, если данный пациент действительно не получает кетостерил и феврале его не получил, тогда мне нужны его контакты. Потому что в настоящее время препарат есть, и препарат в объеме годовой потребности у нас поступит примерно 15 марта. Давайте еще уточним, чтобы зрители, может быть, куда-то обратились. Те, которые не написали свои контакты, полные в соцсетях. Куда, может быть, позвонить или обратиться? У нас есть телефон горячей линии. Можно позвонить туда, озвучить проблему, оставить свои контакты. Это 8 800 273 07. Спасибо. Еще один вопрос тоже по линии Минздрава. Татьяна Демьянова пишет. Почему для диабетиков в тест-полоске Сателит Экспресс врачи выписывают по 50 штук, а не 60? Для проверки уровня глюкозы в крови нужно 60, чтобы проверить хотя бы 2 раза в день, утром и вечером. Спасибо. Ну, 50 – это стандартная упаковка, поэтому именно 60 выписать невозможно. Кратно 50 идет выписка с учетом того, как они фасуются на фабрике уже. Спасибо. Вопрос, Ольга Михайловна, вам. Алена Вараксина спрашивает. Ну, тут уже этот вопрос обсуждался. Еще раз я его озвучу немножко. В частности, что в Ульяновской области положено семьям, где воспитываются 4 и более детей? Многодетные семьи. Да, многодетные. Ну, вот уже сказали, что 33 меры у нас действуют для детей. Большая часть, конечно, для семей многодетных, поскольку нагрузка большая, и, собственно, внимание, и в семье уделяются детям, и сложности есть, конечно, другие. Что касается мер социальной поддержки, то это выплаты на ребенка, это выплаты за коммунальные услуги, компенсация, это организация поддержки через всевозможные акции, это помоги собраться в школу, это и приобретение школьной формы, спортивной формы к новому учебному году. Ну, и различные акции, которые мы проводим в рамках подготовки школ, их достаточно большое количество. Многодетных мы везде приглашаем. То есть, вот это как раз вот так категория. Хочу сказать, что любая семья многодетная, если она отправляет ребенка в школу, то любое муниципальное образование держит этих детей на контроле. И, собственно, поздравление, вручение портфелей происходит как на региональном уровне, так и на муниципальном, даже на поселенческом уровне. Вот. Ну и большой, наверное, самый такой интересный, я считаю, поддержка, это капитал семья, который у нас действует. И его точно так же можно потратить на нужды семьи, а в последующем расходы компенсировать. Это действительно действующие меры и очень такая вот, на мой взгляд, поддержка серьезная. Вот как раз по капиталу семья есть вопрос. Марина Сорокина спрашивает. Я купила жилье, добавила наличные деньги, собрала все бумаги, отправили, пришел отказ, квадратных метров на человека не выходит. Посчитали в Ульяновске 18,9, собрали второй раз, опять отказ, теперь квадратных метров 9,8, справки такие же. Причина отказа прошло 12 месяцев с подачей документов. Вопрос. Как я могу получить деньги, если во всем отказывают? Ну, здесь отказ был, собственно, вот, насколько я поняла, последний отказ, это из-за того, что сроки пошли. Дело в том, что вот мы компенсируем расходы, которые потратила семья в течение года, то есть за год. Больше мы не можем брать. Семья точно так же может тратить средства, предоставлять документы, вновь обращаться за компенсацией расходов сертификата семьи. Ну, хочу дополнить, что вообще это тот инструмент, когда мы регулируем запросы общественности очень серьезно вот этим капиталом семья. То есть это не просто вот тот капитал, который вот ну никак никуда нельзя потратить. Изначально было выбрано 6 мер, которые могли потратить, могли идти на лечение, на отдых, на, значит, на детей, на обучение, там, на пенсию мамы. Но сейчас расширение идет капитал семья. И в прошлом году мы достаточно серьезные ресурсы, на мой взгляд, представили, когда сертификат средства капитала семья можно было тратить на погашение ипотеки. И вот если, допустим, взять сегмент 2018 года, то у нас таких было, например, условно там 5000, то сегодня у нас в 10 раз больше людей, и порядка 300 миллионов люди получили вот только за счет компенсации по ипотеке. Получили предложение от губернатора о расширении новых возможностей. Поэтому мы сейчас обсуждаем с общественностью, с всевозможными семейными движениями, какие еще интересуют формы, востребованы будут через капитал семья. Поэтому это тот инструмент, который вот у нас действует, и я думаю, что в последующем мы будем тоже продолжать его действия. Спасибо. Еще один вопрос Канни Борисовне. Почему не проводится проверка, нормальная проверка, по вопросу оказания помощи заведующим отделением урологии медсанчасти имени Егорова? Спасибо врачам областной больницы, что оказали мне квалифицированную помощь. Весь ответ, который я получила в министерстве, это извинения. А кто мне вернет здоровье? Я два месяца на обезболивающих посадила желудок о помощи никакой только обещания и отписки. Как мне сказал гражданин Соловьев, его ничего не будет, просто отпишутся и все. Устроил из отделения платную клинику, запугал медперсонал и никаких мер. Разобраться предметно сложно, потому что нет данных пациента и какая конкретно проблематика. С очень похожим обращением у меня была пациентка на личном приеме не так давно, в конце января. Там мы полностью разобрались. Мы проводили проверку по тому случаю. Это была урология, урологическое отделение ЦК МСЧ. Мы провели проверку и истории болезни, и затребовали объяснительность всего персонала по части того конфликта, который произошел между пациентом и медперсоналом. По оказанию медицинской помощи, вся медицинская помощь была оказана в соответствии со стандартами, там никаких нарушений нет. Возник такой этический конфликт между медицинским персоналом и пациентом, но достоверно, по объяснительным доказать конфликт сейчас не представляется возможным. Пациентка самостоятельно потом ушла из отделения, была из-за этого выписана. Медицинская помощь ей позже была уже оказана в областной больнице, обратно возвращаться в отделение урологии ЦК МСЧ она отказалась. То есть в настоящее время помощь ей полностью оказана. И тот конфликт этический какой-то, который был, по тем полномочиям, которые имеются, максимально, что мы можем извиниться, но и достоверно его доказать очень сложно. Поэтому, если это тот случай, то вот там такая была ситуация. Если это что-то другое, тогда, пожалуйста, можно ко мне прийти на личный прием, и мы уже по конкретной ситуации будем разбираться. Спасибо большое. К сожалению, наше эфирное время подходит к концу. Дорогие зрители, если на какие-то вопросы мы не успели сегодня в эфире ответить, то мы обязательно их перешлем и Министерство здравоохранения, и Министерство соцзащиты, чтобы они уже оперативно ответили. Вопротали. Да, ну и, конечно, спешу отметить, что это не последняя наша прямая линия, обязательно будет еще. Следите за нашими новостями в соцсетях и на сайте вотправда.ру. Спасибо большое, что сегодня пришли на прямой эфир. Дорогие зрители, до свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...